Здравствуйте! В эфире программа «На женской половине» и я, Ирина Бреусова. Наша программа – это, как правило, встреча с интересными, незаурядными людьми, которые творят, изобретают и находятся в постоянном поиске новых идей и новых путей. Это мужчины и женщины, которые делают насыщенной и интересной свою жизнь и нашу с вами жизнь. Сегодняшний выпуск не исключение. Мы находимся в мастерской известного, замечательного, потомственного художника и дизайнера Марии Арен. Любой материал от черепицы и масляных красок до бисера и текстиля превращается в ее руках в произведение искусства. Ей интересно все – живопись, графика, арт-дизайн и даже вышивка. И сегодня у нас есть возможность ближе познакомиться с творчеством этого замечательного мастера и узнать, как сегодня живут художники. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы согласились принять нашу программу у себя в мастерской. Мы очень рады, что сегодня соприкоснемся с творчеством такого художника, как вы. Спасибо вам! Шесть лет вы уже стали участницей выставки. Вот такая маленькая девочка представила свою работу на выставке. Вы можете рассказать, какая это была выставка, какая работа была представлена вами, и можно ли было уже тогда говорить о том, что ваша судьба, как судьба художника, предначертано уже? Знаете, это была выставка, квартирная выставка в квартире Николая Андреевича, художника, и там в ней участвовали в то время неофициальные такие художники, андеграунд московский. И я нарисовала кота, и этот кот страшно всем понравился, и он оказался вот на стене этой квартиры. И, к сожалению, ни в какой каталог этот кот не вошел, потому что считалось, что я не взрослый художник. Но я все равно с большой гордостью пишу о том, что я в ней участвовала. То есть я свою карьеру начала в 6 лет. А становиться художником, в принципе, для меня это было органично совершенно, потому что все мои предки художники, ну не все, но у нас три скульптора в семье. Бабушка скульптор, да. Первый муж бабушки скульптор, второй муж бабушки тоже скульптор. Отчим мой график и сестра моя живописец. То есть у вас целая династия, получается, художников. И это, наверное, уже на генетическом уровне вам передалось желание творить, писать, рисовать, пробовать кисть, краски и так далее и тому подобное. Вы вообще рано начали рисовать? Когда вы взяли первый раз в руки карандаш, кисточку? И чем были вы рисовать в детстве? Очень рано, да. Я рисовать начала, наверное, года в три. Я рисовала старинных дам. У меня появились фломастеры первые. И я просто с гордостью их испытывала. Причем на такой странной бумаге мои родители палеонтологи. И они приносили какие-то фотографии скелетов вымерших животных. И на обратной стороне можно было рисовать. То есть это были такие вот... Ребенок находчивый какой был. А почему именно старинных дам? Вот чаще всего детишки рисуют животных, лошадок, куколы. А вот почему старинных дам? Ну, они мне очень нравились. Потом я рисовала, например, черепах, в которых в каждом секторе, в каждом квадратике панциря нарисована еще отдельная зверушка маленькая. Вот, может быть, это предрешило какую-то мою потом графическую тему впоследствии. Потому что я возвращалась к этой истории неоднократно в своей графике уже во взрослом возрасте. Художник всегда, как и, впрочем, каждый творческий человек, постоянно находится в поиске. Он постоянно ищет себя в том или ином направлении. Вот в каких жанрах работали вы и где вы себя нашли? В каком жанре вам наиболее комфортно творить? Вы знаете, по-разному очень. Я очень комфортно себя чувствую в графике. Я рисую постоянно, я рисую везде. Даже когда я сижу за компьютером, и то у меня правая рука, я что-то такое читаю на экране, правая рука постоянно у меня рисует. То есть я не могу без этого вообще. Вот, потом я нашла себя в вышивке неожиданным образом. Вот, причем я совершенно не собиралась никогда заниматься вышивкой. Но так получилось, что я по образованию прикладник, вот, так вот сложилось. И впоследствии я вдруг стала заниматься вышивкой. И сейчас это одно из моих таких направлений. То есть я занимаюсь современным искусством, и как бы мой язык такой, художественное средство – это вышивка. А вот в живописи вы себя пробовали? Да, в живописи тоже себя пробовала. Я прочитала, что вы занимались дизайном. Каким дизайном? Знаете, что, ну, дизайн это такое… Вы дизайнер одежды, мебели. В чем вы себя, в какой дизайнерской деятельности вы себя пробовали? Ну, в последнее время я действительно стала немножко заниматься одеждой. Хотя я не считаю себя дизайнером, но, тем не менее, вот так получилось, что каждому вернисажу я делаю себе наряд новый. Его вышиваю. Сама. Сама, да. Ну, не то, чтобы прямо вот все шью сама. Ну, в общем, бывает, что я что-то такое конструирую, придумываю. Вот. И меня, конечно, это очень увлекает. Потому что как-то очень трудно. Покупные вещи, они все какие-то стандартные. А тут вот абсолютно можно как-то быть свободной. Ну, честно говоря, я бы удивилась, если бы художник не придумал для себя одежду сам. Даже если он ее и купил, он обязательно какой-то элемент одежды придумает и сделает что-то свое. Потому что он художник. Маша, расскажите историю о том, как рождается произведение в ваших руках. Что может привлечь ваше внимание? Как рождается образ, идея, тема? Вот вы очень бережно держите в руках черепицу какую-то. На ней что-то нарисовано. Вот расскажите нам, пожалуйста, о ней. На этой черепице нарисован кораблик. Это, конечно же, Коктебель, где я, собственно, выросла. Колыбель всех творческих людей. И это кусок вообще непосредственно крыши нашего дома. Коктебельского. Дом развалился? Нет, дом не развалился. Просто черепицу меняли, заменяли на новую. И вот эти вот куски, которые были ненужные уже, я, конечно, не могла пройти мимо. Естественно, я использовала это как материал, как холст. И тут тоже целая какая-то история у меня, серия этих черепиц, каждая из которых отдельная какая-то легенда, что-то такое изображено. То есть образ может возиться совершенно неожиданно, получается. То есть даже из той же самой части бывшей крыши. Ну, хорошо. Что первично? Тема, идея или материал всё-таки? Вот вы взяли материал и поняли, что вы будете с ним делать. Или вы взяли карандаш и знаете, что вы сейчас уже будете рисовать. Или вы куда-то пошли, что-то увидели и только потом принесли домой или в мастерскую этот образ и начинаете его воплощать в произведение. Бывает очень по-разному. Например, в истории с черепицами я просто смотрю на фактуру этой черепицы, на её поверхность. И так как воображение богатое, я уже моментально вижу какую-то будущую работу. Ну и потом, соответственно, уже остаётся только чуть-чуть подрисовать. То есть можно сказать, что уже какие-то вот такие неровности, они уже создают какую-то тему свою. В графике, конечно, совершенно по-другому. Тут нужно сначала придумать, как-то вдохновиться. Потом нужно рисовать какие-то эскизы, какие-то зарисовки. И в последнее время я увлекаюсь коллажами. То есть, например, я делаю маленькие такие картиночки графические, и потом их монтирую в большую композицию. Иногда это всё сочетается с какими-то текстами, буквами, какие-то записки, которые я пишу. Всё это я комбинирую и делаю такие коллажи. Вот я обратила внимание, когда я готовилась к программе, я посмотрела несколько ваших работ и почитала статьи по поводу именно графических выставок. Вы очень любите в графике отображать или изображать, наверное, всё-таки, да, животных. Почему именно животный мир вас так привлекает? Это ниточка из детства и тянется, да? Ну, в общем, да. Моя бабушка была анималистом, вот. И мы все, конечно, очень любим животных. Она даже была вегетарианкой. И у нас в мастерской на Масловке, где вот я выросла, очень много сохранилось её прекрасных скульптур. И в основном это животные. Поэтому я смотрела, во-первых, как она их лепила. Всё это происходило в моих глазах. И, конечно, вдохновлялась. Потом я сама тоже очень люблю животных. История открытки насчитывает более 140 лет. За столь солидный срок менялись её предназначения и внешний вид. Первыми появились поздравительные открытки. Учёные вот уже много лет изучают историю, эстетику и секрет маленького кусочка картона, который является проводником самых светлых чувств – любви, признательности и уважения. И сегодня мы получим открытку в качестве подарка нашей программе из рук художника Марии Арендт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маша, Вы часто участвуете в самых разных выставках. Вот Вы можете рассказать о выставке, которая для Вас стала судьбоносной? То есть том проекте, который сделал Вас узнаваемым и востребованным художником? Мне кажется, это выставка, которая была в 2008 году в Музее архитектуры имени Щусева. Она называлась «Две сестры», соответственно, с моей сестрой Наташей Арендт, которая тоже художница лондонская, московская, коктебельская. Эта выставка такая достаточно действительно судьбоносная. Нам предложили очень сложное пространство в флигеле «Руина», который из таких кирпичей необработанных сделан. И когда я зашла в этот зал первый раз, я поняла, что «Руина» настолько активна сама, что она спорит просто с нашими работами. И я... Вот для нас это просто разваленное. А для Вас, видите, материал, да еще и активный, с которым нужно еще и побороться вдобавок. Это совершенно гениальное помещение, оно действительно очень сложное. Но если с ней договориться, с этой руиной, то потом вот как-то все хорошо. И мы ее победили, вот, и как-то с ней подружились. И тогда как раз я придумала вот эти вот черные вышивки свои, которые не то что не спорили со стенами кирпичными и с пространством руины, а даже наоборот, они как-то подчеркивали и взаимно дополняли друг друга, что как-то получилось невероятно удачно. То есть, получается, процесс вышивки вот начался именно оттуда, с той выставки «Две сестры», да? Ну, не совсем. На самом деле, я вышивать начала значительно раньше. Я же вообще художник по вышивке. То есть, начала я вышивать с икон. Ну, это я потом отдельно расскажу. А вот эти вот такие вот большие полотна, которые я называю «завесы», я начала вот, можно сказать, что практически от страха, потому что я поняла, что вот эти черепички, которые я собиралась там выставлять, их вообще не видно. Их просто, они вот спорят с этой органической средой, с этой кирпичной. Они, наверное, и сливались, да? Они сливались, да. Они просто вот там потерялись. И я вот, можно сказать, изобрела эту новую технику, очень довольна. Маша, вот такой вопрос. Когда художник творит, он в первую очередь о чём думает? О том, чтобы его работа впоследствии приобрела какую-то жизнь, какой-то путь? Или всё-таки он в первую очередь творит для себя? Чтобы выплеснуть свои идеи, свои эмоции. Я делаю для себя. И это получается гораздо честнее. То есть, если я в предыдущие годы, там, не знаю, лет 15 работала с учётом, понравится ли это зрителю, то сейчас я делаю абсолютно честные работы, такие, которые нравятся мне в первую очередь. Я о зрителе не думаю. Я как-то отключаюсь от этой темы. И они, на мой взгляд, получаются интереснее и честнее как-то. Не знаю почему. Ну и получается, что работы сами, наверное, находят своего зрителя. Вы же не конкретно для кого-то делаете эти работы. У вас же нет определённой публики. Правильно? Вы знаете как? Несколько лет назад я выставлялась в ЦДХ. У меня было много-много выставок. Одна за другой просто. Они проходили. И временами даже я как-то сама сидела на своей выставке. Я всё время думала, вот кто-то сейчас войдёт, какой-то посетитель, вот интересно, понравится ему эта моя работа, и как он отнесётся к этим работам. Ну и, естественно, конечно, я думала о заработке. Хотелось продать работу. А в какой-то момент у меня была такая возможность три года вообще не думать о хлебе насущном, заниматься чистым искусством абсолютно. И вот этот такой момент был переломный, потому что в этот момент я стала делать то, что я хочу, и абсолютно отключилась от вообще темы посетителя, зрителя. Потому что он действительно, если ему, он сам найдётся, посетитель найдётся, естественно, на каждое искусство существует свой зритель, свой поклонник и так далее. Но вот эти работы, они очень сильно отличаются от те, которые новая серия, новое поколение. Художник, ну, это не профессия, мне так кажется. Мне кажется, это вообще состояние души. Художникам всегда и во все времена было, на самом деле, нелегко. Да, нужно обязательно быть каким-то незаурядным, необычным, обязательно нужно иметь свой стиль, обязательно нужно как-то притираться к тому времени, в котором ты живёшь. Вот как сейчас современному художнику находиться вот в той культурной среде, которую мы сейчас наблюдаем? Трудно, очень трудно. А с чем это связано? Казалось бы, опять открывается огромное количество, то есть это не 90-е, не начало 21 века, вот 2000 год, когда были закрыты выставочные залы, когда творить было действительно, ну, невозможно, всё это было невостребовано, и сейчас вроде бы ситуация повернулась в обратную сторону, да? Открывается огромное количество выставочных площадок, появляется большое количество художников, возможности есть, но всё равно трудно. Почему? Ну, может быть, даже возможностей слишком много, и главное для себя сформулировать свою задачу, и каждая вещь, которую ты делаешь, нужно выражать мысль в произведении, не просто рисовать, вот, там, натуру какую-то, а нужно обязательно формулировать свою задачу для себя прежде всего. Вот, и, конечно, если художник сформулировал эту задачу, то уже считай, что вот какой-то вектор правильный задан. Вот, ну, безусловно, очень трудно, потому что, скажем так, чтобы вообще художника заметили, нужно как-то очень много усилий приложить, то есть одного таланта, видимо, недостаточно для этого. Вот, и в какой-то момент мне даже, я была немножко журналистом, немножко позанималась журналистикой, и увидела всю вот эту вот структуру как бы совершенно под другим углом зрения, и стала относиться с чувством юмора и к себе, и вот ко всей вот этой вот арт-тусской. Да, кстати, говорят, это хорошее лекарство. И оно очень сильно помогает, потому что без этого вообще никак просто нельзя, ни в коем случае. Тебе, как я говорю, художники ранимые такие, да, вот, ты же обижаешься, если не признаешься. Тебе кажется, что это шедевр, тебе кажется, что ты столько выплеснул туда эмоций, силы, творческого мастерства, какого-то там таланта, да, и вдруг людям кажется, что что-то не так. Нет, нужно прежде всего, конечно, вот включать чувство юмора. Это первое, номер один. Ну вот я обратила внимание, во многих ваших работах, кстати, это чувство юмора очень хорошо прослеживается, прям в некоторых буквально красной нитью, особенно по поводу... В прямом смысле этого слова. Да, 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 тема частушек, вот даже вот лежит, вот. Я считаю, что это юмор. Да, килька в томате, килька в томате. Это что, это, что это за тема такая? Это тема частушек, да? Тема частушек, да. Ну, они такие хулиганские, естественно. Вот, это, это... А где была представлена эта серия? Целая серия сделана, она была представлена в литературном музее в рамках бьеннале современного искусства. Я так изначально придумала, что частушка это такое японское хоку. То есть первая часть частушки, она абсолютно нейтральная, ну, я выбирала, конечно, специально. И изобразительный ряд очень такой своеобразный, а во второй части частушки уже начинается, там, может быть, какое-то хулиганство, но я этого не изображала. Так что человек может уже домысливать так, как он хочет. Так, как он... А может скромно, там, не знаю, просто посмотреть картинку и отойти, пойти в следующий зал выставки. Маша, в начале программы я говорила о том, что каждый творческий человек, ну, в частности художник, да, он постоянно находится в поиске, в поиске новых путей, новых идей, новых жанров, пробует себя везде и всюду. Вот скажите, в чем вы хотите себя еще попробовать? В каком жанре вы себя видите как мастера? Вы знаете, наверное, уже больше ни в каком, мне кажется, что важно остановиться вовремя, потому что у меня столько жанров, вот, и сейчас уже, я считаю, что пора уже как-то сказать себе, хватит, уже вот ты выбрала жанр, там, не может быть 40-50 жанров, нужно остановиться хотя бы на двух, на трех. И я считаю, что вот у меня графика и вышивка, это два основных направления, больше уже как бы не надо. А на чем вы сейчас работаете? Что ждать? Что сейчас рождается потихонечку для того, чтобы появиться на свет? Знаете, я сейчас готовлюсь к одной выставке большой, такой масштабной, в которой будет участвовать несколько художников. Ну, я так, как бы чуть-чуть приоткрою завесу, потому что, может быть, это тайна, по поводу народно-художественных промыслов и участия современных художников, современного искусства в этой вот истории, в этой теме народно-художественных промыслов. Потом еще мы готовим сестру выставку в Лондоне на пушкинскую тему, потому что наша семья немножечко связана была с Пушкиным, ну так, косвенно, то есть с доктором, вернее, который пытался его спасти. И мы вот придумали некую концепцию, некую легенду, которая... Ну-ка, расскажите эту историю, это как доктореса. Это секрет, секрет семейный, я так понимаю. А что там будет представлено, вышивка или графика? Вышивка в сочетании с живописью Наташи Арендт. И, может быть, эта выставка будет показана в Москве осенью. То есть в Лондоне будет генеральная репетиция, в Москве в рамках третьего бьеннале, четвертого бьеннале, может быть, будет. Вот, будем ждать, будем ждать продолжения. Маш, вы считаете себя счастливым человеком? Да, конечно. А в чем счастье художника? Я считаю, что я счастливый человек, потому что я занимаюсь своим любимым делом. И получаю огромное удовольствие от своей работы. И, в общем, могу пожелать того же всем. Маша, спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что вы нам продемонстрировали и показали огромное количество ваших работ. Я думаю, что все все равно пересмотреть невозможно. Мы вам желаем творческих удач, новых открытий и удачи на предстоящей бьеннале. Спасибо большое. Всего самого доброго. Творчество – это такая загадка, которую художник задает себе сам. В каждом виде творчества есть свои радости. Самое главное – найти в этом процессе добро и подарить его людям. Творчество – это такая сила, которая поддерживает в нас жизнь. Способность творить дана каждому человеку как величайший дар природы, к которому нужно относиться бережно. Творите добро на радость себе и людям. Встретимся на «Женской половине». С вами была Ирина Брёсова.